Вопрос в том, как решить данный вопрос. Потому что в прошлый раз я вам показывал, что под Котовском область хотела выделить 300 тысяч рублей денег, а Котовск отказался. Отказались за денег в бюджетных областях, чтобы не строить только у них питомников. С чем они говорят? Приют. Ну, приют, да. Приют. Что это нецелесообразно, это не спасет, это только будет трата денег и так дальше и тому подобное. Они хотели сделать это для региона, поэтому те хотели на сессии, сделали общественное слушание, и на сессии депутаты их отказались. Сейчас я вот, например, тоже здесь читаю, что под Киевом любители общественной организации, молодежной организации, очень много дел всяких проводят, конкурсы этих бездомных собак и так дальше. Но они тоже не акцентируют внимание на приюте, потому что это приют, это как не решает вопросы, потому что, как я понимаю, что они берут, берешь собаку в приют, на это место все равно приходит какая-то собака. Получается, это как конвейер, собаку взял в приют, другая пришла, собаку взял в приют, а где же с приюта, куда их дальше делать, результат. Поэтому они работают, они как здесь не предлагают, они работают по-другому. Они, самое главное, акцентируют внимание на стерилизации. Они берут собаку, стерилизируют, и каждую собаку дают любителю. Она улица, она не дома. Но каждая собака, за каждую собаку отвечают вот эти все общественные организации. Волонтеры. Волонтеры. И я себе тоже так представляю. Например, мы сегодня оборудуем, даем здание, оборудуем, облицовываем, все, покупаем все аппаратуру, все, что надо для стерилизации. Хирургическую. Хирургическую, да. Все, что вы говорите. То есть, о хирургических локтах. Да, да. И финансируем даже там на лекарства, на это все ежемесячно с бюджета. Объединяем общую сумму бюджета. И потом вы находите там, кто специалист, ветеринар, хирург, я не знаю, у нас таких нет. И пожалуйста, нет, у нас нет специалистов здесь в аппарате. И пожалуйста, мы вас финансируем. Но вы берете этих собак. Это я, я не говорю, что так должно быть. Нет, я просто дискутирую. Я просто поднимаю вопрос. Потом вы стерилизуете этих собак, выпускаете ошейник с номерком. И вы у себя в журнале знаете, что 31 номер, это Иванов Иван Иванович за него отвечает. Но потом, если, не дай бог, эта собака будет покусать детей, вот несет ответственность тот человек, эта собака, как собственная. Или у квартиры держите, на улице держите, нет проблем. Таким образом, таким образом, собак не будет пополняться, потому что популяризации не будет. Потому что не будет, каждый на своем месте, и на их место собака не придет. Это я себе так рассуждаю, понимаете. Поэтому, или, опять-таки, на ходу, кто-то мне сегодня даже подсказывал, что у нас есть эти ветеринары, да, есть ли такие? Мы готовы деньги им выделить, не знаю как, потому что не так просто деньги из бюджета выделить, даже на общественную организацию, это вкроет о проверке. Найти какой-то вариант, допустим, мы выделяем ежемесячно 10-15 тысяч, я не знаю сколько, или 10 тысяч, или 20, или 5, я не знаю сколько, для этих целей, для стерилизации этих животных. Все остальное, ваша общественная организация этим занимается. Потому что, я еще раз говорю, деньги, это не... Главное, чтобы был эффект, чтобы эффективно использовать эти деньги, чтобы от них была какая-то польза. То есть, если вот так идти, по такому пути, что всех собак распределяете между собой, между любителем, а потом тут почитаете, туда не очень интересно, с этим проводят, там целые конкурсы, потом соревнования какие-то, да, там выставки этих собак, там, и т.д. Мы готовы на это тоже найти вариант финансировать, только найти вариант как, чтобы с бюджета, с бюджета не на все можно финансировать деньги. Программа. Вот, кубок барбоса, это кубок, они учредили кубок, это к бездомным собакам, там, на каждую собаку они, я думаю, через средства массовой информации, наши, любое, завести, как бы там, страничку о том, что какие собаки нуждаются в хозяева, может кто-то хочет собаку это... У нас информация есть. Нет, так ее нужно пускать через средства массовой информации, чтобы люди знали. В газетах мы печатаем о том, что есть щенки, есть коты. Это нужно сделать престижным. Это престижным и каждый день. Заинтересовать нужно людей как-то? Это не людей заинтересовать, ну, нужно преподносить это как-то, понимаете? Ну, так давайте преподносить. Давайте вы преподносите, я могу вам помогать. Я еще раз говорю, это должно быть системная работа. Это не так, что вы вот так собрались у меня, потом разошлись, потом вы разошлись, собрались через какое-то время, когда собаку ее там потравили, еще что-то сделать. Это должно быть каждодневная системная работа. К этому этим нужно заниматься каждый день. Поэтому мы должны определиться, что мы можем делать. Я вам еще раз говорю, я думаю, что меня поддержат. Мы готовы сегодня найти здание, оборудовать его, плиткой облицевать, все же сделать. Вы мне говорите, какие требования, какие там хирургические требования. Мы вам его делаем, это будет подвал, полуподвал, я не знаю где, сейчас буду искать. Находим, оборудуем за наши деньги, за счет бюджета. А специалиста? Вы будете искать специалиста. А начать рабочую? Ну, посмотрим, сколько там будет, если то не будет большие, зависит на... Нет, но там же деньги, если эти предусматриваются на стерилизацию, то они же перечисляются. Они будут не идти в немецкий приют, они просто будут... Они не шли в немецкий приют, они шли в муниципальную службу отловая. Только туда. Я не знаю, мне не кажется, задумка великолепная, она все прекрасно, потому что стоял вопрос о том, что нам негде просто было даже передерживать этих животных, которых мы откапывали. по-другому, но опять же, такой маленький момент, конечно, нюанс, что половина животных, которые погибли, именно были подволонтерами, именно были постерилизованы. Я понимаю, что мы менталитет нашего народа изменить не можем. Но, к сожалению, это были, вот я могу даже назвать по фамилии людей, у которых вот количество животных гибло, именно те, которые были под присмотрами в дворах, которые по 11-12 лет там прожили. Это больше смотри за ними, лучше за ними смотри. Отвечать за них? Ну а как? Ну что им нужно? Каким образом можно ответить за собаку, которая живет на улице? Ну вы же меняете вопросы свои. Скажите, как? Ну хорошо, мы говорим о том, что будет какой-то пункт стерилизации, будет операционный, который будет заниматься, дабы исключить последствия воспроизводства. Один из важнейших вопросов. Передержка послеоперационной. А сколько ее нужно? Я знаю, сколько ее нужно. Десять, что ты, Наташа. Десять дней для того, чтобы зажили внутренние швы и внешние швы. Сколько это может быть собак в неделю? А сейчас прогнозировать это есть. Но если вы их всех перестерили в божьяках, не будете стерилизовать? Потому что мы говорим о том, что выкидывают и привозят. Привозят и выкидывают. Если всех привозят и выкидывают, вы будете всех собирать в горы, то мы будем боком ходить, мы через них переступать будем. Контроль должен быть за домашними животными. Домашние животные должны быть зарегистрированы с ветеринарными книжками, как это положено по закону. И если такая собака оказывается на улице, должны знать в том числе и общество, чья это собака. Это невозможно. Ну как это невозможно? Это правильно и это по закону. Если я вам рассказывала на наших встречах, если у меня в Киеве, у знакомой дома кошка и кролик, она не может с ними выйти на улицу, не взяв с собой ветеринарную книжку. И с этой ветеринарной книжкой она ходит к ветеринару, этот ветеринар знает, у кого живет животное и чем оно страдает. Если, не дай бог, это животное умерло и там есть вина владельца, значит он тоже будет нести ответственность. У нас вообще нет системы, у нас, мы программу, зачем это написали, мы мучились. Мы написали эту программу, в том числе в ней написано, что нужно эту работу наладить. Конечно. Что нужно? Так кто ей нужно делать? Можно я скажу? То, что мы сейчас говорим, это мы устраняем средства. То есть мы устраняем средства. Сложилась такая ситуация, появляются бродячие собаки, жестокое отношение к животным. Я считаю, это замечательно, что сейчас предлагают. Но я считаю, что нужно работать на предупреждение. Нужно просто, это работа, я уже говорила, не одного года. Это нужно менять общественное мнение, сознание людей. То есть, я так думаю, какие-то сочинения в школе. То есть, чтобы не воспитывать жестовкость у детей, и чтобы воспитывать ответственность, чтобы даже ту же собаку не кормить возле подъезда, а чтобы было престижно не купить собаку, например, за 300 долларов, а вот таким вот образом. То есть, какие-то конкурсы детского рисунка, искать спонсора, вот это. Чтобы такое и не было. Потому что наша общественная организация этим должна заниматься. Мы поддерживаем. Вы будете поддерживать? Конечно. То есть, конкурсы... Давайте мне и говорите, что мы должны сделать. И все. Я что, конечно, я за двумя органами. То есть, я так понимаю, что общественная организация должна разработать и предоставить программу и план действий? Да. У нас программа «Городская есть», которая называется «Про программу охороны тваринного свита и револювания численности тварин в месте Южному на 2012-2016 роке». У меня вопрос по всем присутствующим. Вот Владимир Николаевич высказал такую мессель о том, чтобы существовал пункт стерилизации, стерилизовать, выпускать, что там были опекуны этих собачек. Но вот я вчера готовилась к встрече и наткнулась на такой факт, что сегодня в России док-хантеры, у них это день док-хантера, 13 января. Меня, конечно, это потрясло. В общем, там все защитники бездомных животных объявили тревогу о том, что сегодня будет массовое отравление. Возможно. Потому что док-хантеры, я бывала на их сайте, я не помню, как оно называется, но, в общем, это, по-моему, садизм в чистом виде. Так вот, мне кажется, что сама идея о стерилизации и потом выпуске, вот в такую свободную среду обитания рядом с человеком, она, в принципе, неплохая, гуманная, теоретически все правильно. Но мы не должны забывать о том, что у собаки есть реальный враг. Это док-хантер. Поэтому нам нужно сейчас решить двоякую проблему. Нам нужно защитить собаку от человека, а человека от собаки. На мой взгляд, я понимаю, что сейчас делать отвод земельного участка, выделять, наверное, миллионы гривен на сооружение вот этого приюта, на содержание персонала, на закупку медикаментов, это очень дорогостоящие мероприятия, очень. По масштабу, наверное, это практически построить больницу. И малоэффективно, мне кажется. Да. Но вот что я подумала. Я обращаюсь вот к вам, как к представителю органов местного самоуправления. Возможно ли помочь общественным активистам в создании на территории города Южного, скажем так, мини-приюты, с тем, чтобы собаки, допустим, 10-15 собак, жили на определенной территории, ограниченной, чтобы там было ограждение. А зачем их убирать? Собаку будут убивать. Да подождите, 15 уберете, а 150 в городе, какая разница? Это же вы, понимаете, я вот, как я понимаю, вы мне всегда об этом говорили, и что собаку убивать, не убивать, что с ними все равно на ее место придет. Поэтому зачем вот это все делать? Если мы сделаем, смотри, мы сделаем, так как я начинал, мы сделаем приют. Мы выловим собаку на один приют. На это же место придет и другие собаки. Опять было пять приют. Сколько же тут приют может содержать этих собак? Понимаете, тут бесконечности может быть. Себу приходят собаки, еще откус, полей бы приходят собаки, если место будет не занято. Поэтому здесь нужно идти, как я понимаю, я еще раз говорю, я не говорю, что так должно быть. Я в этом мало понимаю. Я просто рассказываю свою точку зрения. Но вот то, что я, слушай, это здесь прочитал, в журнале, в Киеве. Я считаю, что это для того, чтобы популяция не уменьшалась, популяция была, надо, чтобы она была стабильная, чтобы она не увеличилась. А с теми собаками, которые есть, с ними надо работать. Есть, например, здесь в городе 100 собак. Условно, 100 собак. Вот с этими 100 собаками нужно работать, делать все, чтобы не увеличилось. Чтобы они не рожали этих щенков по 15 штук, под елками и так дальше. Чтобы они не рожали по 10-15 штук на строительных площадках. А их потом куда-то надо девать, их собачьих и так дальше. Поэтому, чтобы, если собака где-то уйдет, я думаю, что она сама найдет, другая, я говорю, там, умрет по своей смерти. На ее место придет другая собака одна. Но не больше она придет. Поэтому ты же знаешь, что есть популяция 50 собак в городе, или 100 собак в городе. Все. И каждая собака на учете. И больше сюда собак не придет. Понимаете? А вот это сейчас по 10-15 собак... Смысл? Говорит так. Вы смотрите в программу действий. То, что вы говорили. То, чтобы люди знали. Выйти в средства массовой информации. Я думаю, что мы порешаем бесплатно. Выйти в средства массовой информации, дадите свои дайсы, телефон, связь, чтобы с вами могли не связаться, если возникает какой-то вопрос. Дальше. То, что вы говорили, провести определенную работу через средства массовой информации в школах, там, еще в каких-то, не знаю, организациях. Я не знаю, как это вы назовете. Информационно-какая-то аналитическая работа. Так, в этом плане. Теперь, это то, что касается вашей программы. Что вы должны делать, что мы. Мы вырисуем. Сейчас же, завтрашний раз, не откладывать длинный ящик. До конца месяца. До конца января. Определиться со зданием. Где это здание будет. Бюджет, сейчас мы будем 30-20 сессию. В бюджете заложить эти деньги. Для этих целей. Все нужно в рамках закона, чтобы там больше не наломали дробь. Выделить деньги. Определиться с зданием. Будут деньги, мы определимся нашей жилищно-коммунальной хозяйствой. Или кто там сделает ремонт. В этом здании, это подвал, полуподвал, по-своему, где у нас есть. И вы определяете. Мы выделяем деньги для этого. Определяем определенную сумму. Потом, как хотите, мы можем. Не знаю, как на общественной взятии. Мы не можем бюджетные деньги. Надо продумать, как это сделать. Но это все можно подумать. И мы будем выделять деньги. А может это сделать при нашей ветеринарной службе. Какой-то государственной. Еще раз повторю. При них. Хирургическое вмешательство. Это первое. Второе. Это выдержка. Выдержка должна находиться там, где не будет людям слышно лай. Мы говорили о том, что 300 метров от жилых умещений. Подумайте, может на Теплокоммунер, где там у них есть какие-то страны. Мы там и говорили. Там есть участок, который... Участок мы не... Как участок возьмем, мы затряем на 5 лет. Минимум 5 лет. И мы ничего не сделаем. Хотя бы вольеры сделаем, для того, чтобы собак... А вольер сделаем. Это мне не проблема. Ну вот и все. Там больше ничего не надо. Вольер мы сделаем. Но я не говорю о том, что там должно быть болото и всякое разное. Ну сделаем. Найдем там кусок места для каких-то 10 собак. Я думаю, что там больше не будет собираться 10 собак одновременно. Потому что если вы начнете стерилизовать, так оно какое-то время придет, чтобы и одной в день не будет. Мы же сделаем себе постерилизоваться. Нет, так это было бы вообще замечательно. Отловили собачку. Даже мы на такси взяли, привезли туда. Постерилизовали, 10 дней выдержали и привезли. Хорошо. Максимум работы сделать до конца месяца. Выделение бюджета денег, определить со зданием, где не выделить на ремонт и где не выделить для содержания. Но мы сами, Валерий Кач, ничего не сделаем. Все. Если вы не будете ничего делать, мы ничего не будем делать. Мы это сделаем. Мне жалко своих 4 месяцев, которые мы потратили на еженедельное золото. Хорошо. Давайте распределим. Сядь. Мне ваше предложение. Конкретно. Мы сделаем то, что я сказал. А вы параллельно думайте, как там моя работа. Но здание искать не я, не наши специалисты не будут. Не, будет, будет. Мы предоставим. Хорошо. Я председатель общества защиты животных. Я хочу посмотреть вот это здание. Вот покажите. Извини, пожалуйста, кто, какая. Ты защитник у собак. Мы должны определиться и вам показать. Чтобы оно вам подошло. Не просто нам подошло. Вы будете ходить туда и под предприятием. Специалист, который будет с нами ходить, он тоже должен будет посмотреть и сказать, подходит ли это. И потом же еще соблюсти все нормы. Да. Все. Я думаю, что это вариант самый подходящий. Первый вопрос. Решаться будет значительно легче, чем второй. Потому что ветеринары у нас есть. У нас есть ее сестр, у нас есть Ира. Мы вам... И при наличии денег в бюджете, в принципе, за каждую собаку можно платить точно так же, но не платить в Одессу, а платить сюда. Да, да, да. Для передержки, для передержки, для 10 собак, для 10 собак, я думаю, больше их не будет. Ну, думаю, что... Это можно регулировать. Это можно регулировать. В принципе, условия там самые примитивные. Там должна быть крыша над головой, там должен быть какой-то настил, чтобы они были не на земле, и закрытые от ветра стенки. Правильно? То есть это большие будки, скажем так. Ну, да, чтобы летом это можно было... Да, чтобы это можно было открывать, а зимой от ветра и от холода. Надо сделать открытые, чтобы они могли в вольеры выходить на улицу, могли не распрятаться. И опять же, Дарья Георгина, оно должно быть забетонированная все-таки площадка. Я не говорю, что там должно быть какое-то монолитное. Для чего? Для того, чтобы в любом случае уборка должна проводиться. Да, да, да. Для бетонирования должна быть, чтобы смыть можно было... Ну, все равно это легче, чем... Это, опять же, сетка рабочей. ...чем для детства в рождении. Да, потом будем делать. Не так, как немецко, там идут железные, где-то самые, забор. Но принцип такой же самый. И самое главное, что мы на территории города и в жилищной зоне этого сделать не можем, следовательно, где-то в коммунальном складе. Мы там делаем теплокоммунерго, экосервис, юж-транс, вот там есть территория, мы там... То, о чем мы говорили еще... Все, до конца месяца мы должны определиться и вперед. Поехали, работаем.